И снова всем привет на канале Олег Нестеров Брест и сегодня мы будем красить крыло. А красить крыло мы будем, база у нас будет все та же, что и автомобиль мы красили, но лак будет другой, а именно это быстро сохнущий лак. А лак сегодня будет вот такой, Sherwin Williams, довольно таки известная фирма, которая не требует рекламы, но у нас как бы она не использует широкого такого применения, чтобы вообще уж как бы так вот как Novel допустим использовали. Но Novel быстро сохнущий лак мы уже проверяли и поэтому я решил немножко Novel шерсть вести и попробовать материалы, которыми мы еще не работали. Еще будет куча других материалов, это не обязательно будут лаки, это может быть будут полиролики какие-то, может быть еще что-то. Ну, я думаю, вам будет интересно. Если вам нужно такое новое веяние, под описанием видео, в описании видео я напишу, под видео в описании я напишу комментарий. Ну, нужно ли вам такой раздел в канале, да? Будем испытывать новые материалы, хороших брендов. Буду выбирать и хорошие бренды, и те бренды, что по цене более-менее нам схожи. Ну, это чуть позже в передаче. А с утра для заряда бодрого и хорошего настроения с утра, как всегда, анекдот. Если у вас маленькие детишечки, желательно, чтобы они отошли от экрана. Анекдот без мата, но вот такой. Его я прочитал недавно в комментариях под каким-то из моих видео, и решил вам рассказать, может, кто не читал. Две женщины встречаются. Одна говорит, вы знаете, что-то я вот вчера у мужа колокольчики потрогала, а они ледяные, холодные прям, прихолодные. Ну, у нас следующий день встречается, вторая. Ты знаешь, я вчера тоже у своего мужа потрогала колокольчики, а они холодные. И что самое интересное, с вами есть горячие, а колокольчики-то холодные. Ну, третья приходит на следующий день с таким бланшем, короче, под глазом. Говорит, а что такое, Маша? Ну, что такое, что такое? Лежим вчера с мужем. Я его потрогала за колокольчики. Говорит, странно. Чего? У всех мужиков колокольчики холодные, а вот и теплые. Такой анекдот. Ну, а теперь тема дня, заставка. Пошла. Ну, и все видели, как мы разыгрывали сварочный аппарат, да? И сварочный аппарат уже приехал к своему победителю. И недавно вы увидели хозяина Ниссана, да? Он отвез, он тоже живет в Пинске, передал приз. И в следующем ролике я покажу, как он его получил, да? Милейший, милейший ролик. Просто, наверное, человек не думал, что к нему приедут и лично дома вручат. Просто вот это вот неподдельное удивление, радость, стеснение перед камерой. Ну, это надо было смотреть. Вот так держите. Думаю, сейчас посмотрите потом. Ладенько, а мы приступим. Ну, и для того, чтобы начать работу, в принципе-то нам нужно... Сам виновник торжества, да? Крыло. Вот, еще нам потребуется наждачная бумага, или как мы еще называем, шкурка номер 800. Будем делать вручную. Также нам потребуется 100-150 грамм краски, в зависимости, какая у нее укрывистость. И 150 грамм лака, ну или 200, посмотрим. Тоже в зависимости от того, сколько вы слоев будете накладывать. И не забываем запастись сразу обезжиривателем, чтобы обезжирить крыло. Я буду использовать вот такой линейки Новол. Ну, у кого такого нет, вполне можно использовать нефраз. Недорогое, дешевое средство, но очень эффективное, хорошо работает. Ну, и, конечно, растворитель у вас должен быть, чтобы после всего этого и после краски помыть, собственно, сам пистолет. Ну, и приступим. Лак я поставил в теплое место, но не горячее. Материалов у вас должна быть средний, то есть такой же, как и в гараже. В гараже у нас ночью было холодно, поэтому материалы немножко остыли. Поэтому мы их немножко подогреем. Пока будем работать, они наберут температуру. Ну, и перед началом работ, конечно же, обезжириваем крыло, потому что оно у нас полежало. Не сказал мне камеру, пришлось просмехать. Хорошо, обезжириваем, чтобы у вас не было здесь ни жира, ни каких-то пятен. Два способа затирки. Это и машинкой, и вручной. То есть и тот, и тот способ возможен, но там есть небольшая тонкость по выбору градации абразивного материала, наждачной бумаги или шкулы. Протираем остатки обезжиривателя или даем ему просто выветриться. Ну, давайте повторим, не будет лишним, я думаю, никогда. Потому что бывают, случайные люди попадают. Зачем мы обезжириваем перед тем, как будем затирать? Ведь мы еще не красим, не накладываем шпатлевку. Мы просто хотим затереть. Зачем мы это делаем? Обезжириваем мы для того, потому что сейчас мы будем наносить риску. И в эту риску может попасть грязь, а именно жирная грязь, да, которая попадет потом в риску загонника, которая у нас находилась на поверхности, мы ее можем загнать глубже. После того, как нанесена риска, ее будет сложно из риски выгнать, тряпочки там или еще чем-то, да. Но пока поверхность у нас не затронута, она не матовая, глянцевая, то есть жир лежит наверху. И его легко удалить. То есть лишние пять минут гарантированно защитят вас в дальнейшей работе. Так что обезжириваем, не жалеем обезжиривателя. Погнали. Ну и чтобы не терять времени, на мокрую мы будем затирать чуть позже, а именно вручную. Сначала протрем на сухую, чтобы не мочить крыло. Для того, чтобы затереть орбитальной машинкой, грунт, нам нужна затирочная машинка. Еще ее называют орбиталкой, потому что она ходит по орбите. Многие думают, что она вот так вот должна тереть. Нет, основная работа это вокруг центра своего ходить. На данной машинке 6 мм, есть машинки 5 мм, 3 мм, 2,5 мм и 1,5 мм. Чем шире шаг, тем грубее работает машинка. То есть тем более грубые работы можно выполнять. То есть первые слои шестерочкой очень хорошо обрабатывать, да. Ну а 2,5 мм, 3 мм, меньше. То есть очень хорошо для замывки грунта. То есть если мы замываем шестерочки грунт, да, то движение не надо делать большие махи, иначе у вас останутся большие поросячьи хвостики, то есть барашки. То есть сама машинка работает вот так. Ее легко остановить лакомник. Вот так вот работает. А по кругу она уже крутится от центробежной силы. У машинки имеются отверстия, в которые засасывается эта пыль. Конечно, лучше использовать с пылесосом, у нас слабенький. И обязательно одевать респиратор. Ну ладно, по машинке это уже в отдельной теме будет. Она уже была, эта тема. То есть выбираем шкурку под краску 500, надеваем ее. Я пока буду без мягкой подложки использовать. Она тут и так не сильно твердая, да. Без мягкой подложки, так как мне надо убрать какие-то пылинки, да. Если я одену сейчас мягкую подложку, то я просто могу наделать волны. Сейчас мне надо не нарушить целостность крыла. И убрать пылинки, спилить. А на мягкой подложке она будет объезжать пылинки. И так не будет. Это потом уже можно, после того, как вы затерли, одеть мягкую подложку и посмотреть, все ли вы протерли, нет. И мягкой подложкой еще контрольный выстрел сделать по затирке крыла. Мы сейчас затрем одну половинку крыла, потом другую будем замывать на моку. Ну и финале. У нас крыло на крыле проявочный слой. Как вы видите, да, мы его наносили. Посмотрите предыдущий урок. Он сделан для того, чтобы мы увидели, где у нас какие косяки. Но это лучше будет показать, когда будем тереть на моку.